господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно сегодня у нас уже 5 ноября 2015 года вот я немного тут пояснения даю вот этот обличитель посмотри здесь как это обличить и лапкина представляет и вот это все это я уже показывал это дело разбирать уже больше нечего тут это повторы пошли они что-то уже дня два ничего не выставляют ну кто делает говорят это священник делает это мир трудно я знаю какие они но очень трудно представить ну-ка а какие они ну не такие как все вот это надмение она просто прет из них нас вот игорь работал с парнем все нормально потом он стал приближаться и поставили священником и вот он встречается друг старый все подошел и первым я вон руку сует поцелуй ему руку я теперь так стал говорить и говорит не узнаешь даже а то как он стал священником стал мягче нет ни одного случая такого не за и наоборот сразу прям мгновенно но у нас тут был один диакон но и ради а к нам стал ну крепкий здорово и голос у него голос потом в консерваториях тел закончил там в театрах выступал и вначале где-то напи где-то под землей переходы делает там а потом прославился его очень высоко вознесли белорусском там театре в минске пел и на международных выставках но он свой талант видимо знал то это только поставили диаконом то и он начал что-то это диакона тут я не знаю кем-то это все-то тут тут повыше как бы стал на одну ступеньку то на и в алтаре они в барнауле я про барнаул говорю покровский собор это раньше было то но этого сразу занесло такой пришибленный был пацан и прям мгновенно возник и все это а этот с кадилом был он не разговаривал как размахнулся как этим к делах звезданул его по башке то угли по полтарю у меня потом этот епископ был их антоний массивич мы близко так были он у меня приезжала обедал я рядом там жил приобрел маленький квартирку для бабушек для бабушек там человек по 30 ночевали по храмов не было это все попутно вставляю вот и он говорит как же так я и вот поставил он так как вы же знали что он у меня знакомые в лагере я бы вам дал характеристику не спешить с ним его возраст такой-то и вот они прямо на рыпаются нарываются вот мы были тут в одном не знаю завьялово или где идем из дома в дом даем евангелие новые заветы приглашаем на собеседование там где-то мы библиотеки бывает на стадионе где-то нормально люди говорят приду берут все но вот в одном месте тормознули а кто вы такие а кто вас благословил вот это слово благословил но до того совершенно ничего не знает лишь благословил там порнографический фильм может но крестик поставили все благословлено это и вот прям совсем прямо в штыки принимают еще такое потом она говорит да кого-то видите вот тут это у них то небольшой храм и такой низенький храму это как зона какая бабушка одна одета форму черная какая-то а кто вы такие а кто благословлял что вы тут с евангелием и ходите кто вам разрешил давать я всю жизнь при храме работаю там она кто там соломшица или кто явно дело вот в одном месте позвонили мы выходит здоровый крепкий мужик дуб настоящий ты рядом девочка у него вышла а кто такие нахмуренный такой мы говорим мы вот из поселка потеряю в командский район это другой район там меньше двухсот километров и поэтому приехали мы а какое вы имеете право это может только с разрешения епископа евангелия разрешать с епископом ну прямо ну кто же такой то ну встал мертвого не ходите больше здесь это мы когда вышли в соседний двор то я женщину одну спрашиваю она расположена прям сразу раз по ягура это кто такой мужчина то как он строго то батюшка его запретили за это дело вот так показывает а еще это такое то у русских людей понимает запил со как жданов владимир георгиевич профессор против пьянства его петриарх алексий второй как он рассказывает специальное приглашение было проводить занятия там беседы противоалкогольные со спившимися это которые только в окрестностях москвы понимаете я вот стал думать вот этот уроки такие вот ну просто кровью заливает вот смотришь вот это я просто так показать вот тут я говорю о бороде огонь он напустил кто-то ну и говорят будто бы это дудин сергей священник из томской епархии город северск но не знаю но него не вмещается я их знаю их лютость знаю просто лютые но чтобы такое вот так пакостить не знаю я вот как раз хотел этим роликом видимо тут больше объяснять нечего я уже тоже на повтор пошел второй раз и просматриваю может что-то я просмотрел а то мои ролики они воруют а потом гадят на них гадят и своим машут что у них там есть и показывает людям это и вот и не моё я говорю вам изо рта такое облако пузырь и пишет что нужно сказать было бы этого ему заниматься надо людьми я выставлю под этим роликом шесть слов я на златоуста вот шесть слов о священстве прямо о священстве вот оно как было смотрите вот святитель ян златоуста о священстве шесть слов но если только прочитаешь и о священстве свой материал выставлю это будет завершающая ролик разбора если новые будут появляться эти пакости то ну придется мольбидима еще раз вернуться но близко бы не приблизился к этому и как святые отцы все говорят как ты посмел к этому подойти я так тому говорю что если это священник делает я-то думаю это хулиган просто какой-то подымем священника бывает такое-то я и романах за меня один тут выступил сергей кузидеев какой-то и говорит да ты шпана такая до каких пор ты будешь и он сразу сгинул и больше его нигде нет а здесь такие пакости матерки и прямо вот это по телефону всегда начинаются но я ответил как мог вот и отвечу освященстве немножко чтобы были ну в курсе как сказать и немножко повнимательнее нельзя не доверять и не осуждать вот я беру деяние 20 глава 17 стих из милита послав в ефес он павел призвал пресвятеров церкви а тогда пресвятерами назывались и епископы и когда они пришли к нему то есть слушались он сказал вы знаете как я с первого дня в который пришел в асию все время был с вами работая господу со всяким смиренно мудрием вот что им не хватает со всяким смиренно мудрием вот если это у них было бы смиренно мудрия то они епископское другое чеванство то от это о чем златоуз говорит никого так не боюсь как и пископов ну они все ереси создавали арии священник был в истории патриарх там ефтихи архимандрит и павел это работал господу неуполномоченному вышел перед ними там маленькие людишки были со всяким смиренно мудрем ну смиренно мудрее смирение а то смиренно мудрия это не просто смирение смиренно мудрия люди не знают даже понятия этого я ничего не поясняю просто считаю и многими слезами среди искушений приключившийся мне по злоумышлениям иудеев я могу это сказать по злоумышлениям священников Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы. Ничего полезного. Эти вообще о полезном ничего не говорят. Сречки купил. Они бестоланные. Бездарные совершенно. Почему? Трусливые. Трусливому ничего не дается. Они боязливые. Трусость и корысть. О чем вам не проповедовал бы. Чему не учил бы вас всенародно и по домам. Ну, когда он ходил, священник этот, по домам. То он сидит с компьютером, если это священник. Там Дудин этот. И там другой, как чтец Скоротовский. Вот они тут ненависть изливают. Это ничего, во-первых, не дает. Они видят, что ничего нет. У меня работа как шла, так я и работаю. Как люди приходили, так и приходят. А они узнают, заходят в мой мир и увидят, кто друзья. И теперь друзьям меня поливают, как говорится. Независимо от того. А те люди говорят, что они сдурели, что ли. Да прямо такая лютейшая ненависть. Им надо заботиться о том, что все стоит на грани. Людей приготовляют в встрече со Христом. Они на мне зациклились и все. Я сказал с первого дня, что вас ожидает. Вы будете разгромлены Богом. Я совершенно не подвластен вам и неуязвим. Ну, если мои ролики, ну, давайте по слову, во свете Библии, по которой Бог будет судить. Слово, которое я говорил, оно будет судить. Евангелие Теяна 12,48. Вот в этом ракурсе и надо рассматривать все. Как? Не пропустил. По домам. Ну, нет у них этого ничего сегодня. Возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению духа. Они это вообще не знают. Если скажу, ой-ой-ой, грешный, супергрешный, это можно. Господи, помилуй, 40 раз можно. Но сказать, что по влечению духа, ну, не можешь вам сказать, что такие пакости сейчас сделает по влечению духа. Иду в Иерусалим. А он как утро, так идет на мой видеоканал, на сайт, на форум. Вот. Мой мир. У меня в моем мире 6 985 фотографий. 16 тысяч. 16 тысяч. Наших, значит, у меня есть что показать. У них нет. А то вчера я только выставил, сколько ты насчитал там? 166. 166 роликов выставил вчера. Это ролики, которых в моем мире у меня не было. Я их с этого, с Ютуба. И еще выставлю, еще. И думаю, так, за неделю я выставлю, ну, недели две, тысячи полторы. Роликов наших, которые показывают всестороннюю нашу жизнь. Работу с детьми, встречи миссионерские. У них ничего нигде нет. То есть, ну, совершенно мы в разных весовых категориях. Все это по уверованию, как я уверовал в нету них. По образу жизни, по прошлой жизни, по страданию, по слезам. Я могу показать. У меня вот это все есть. Учил всенародно. А где всенародно? Во всех кинотеатрах. Учил всенародно и по домам, и по домам. Где только я не был. То есть, я мог бы образовать, если бы был, ну, не такой, как есть, а людей не направлял куда-то, а образовал общину. Ну, минимум 500 общин я уже мог образовать. А я всех людей, которые обращаются, направляю в храмы московской патриархии. Мне столько вопросов. Я всех отправляю. Батюшка у вас там есть. Ну, найдите священника. Если вам этот не нравится, пойдите к другому. И вот ныне поврещение духа иду в Иерусалим. Не знаю, что там встретится со мною. Только дух святой. По всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Почему вам дух не свидетельствует, что лютые беды грядут на страну? Ну, не может так продолжаться. По 20 тысяч абортов каждый день. Ну, и умножьте на 20 лет перестройки. 120 миллионов абортированных. 120 миллионов трупов. И из них, которые вот аборты делают, 99,9, это ваши Б, как Степаненко сказал. Это ваши прихожане. Вам за мной ли гоняться? Да и что за мной гоняться-то? Меня бери голыми руками. У меня, я отвечаю на... Здесь мои книги, 38 книг. В любом месте меня можно прихлопнуть и все. Но не сделать это. Почему? Потому что то, что я делаю, я делаю с любовью, с желанием. Если где-то я ошибся за дел, простите. Потому что человеку свойственно ошибаться. Вот. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью. Ну, не могут они этого сказать. Потому что предатели. Или сергиевская декларация полностью все под себя подгребла. И всех, кто был до этого в тюрьме, всех назвали преступниками. А там епископов. Сон мы сидели. Сотни. И всех назвали сразу преступниками. У советской власти были на поводу. И не то, что там какой-то конкордат. А полное, абсолютное раболепие. Только бы с радостью совершить поприще мое и служение. С радостью. Ну, какая это радость? Если вот заходишь на мой ролик и гадишь и проще. Какая тут радость? Это ясное дело, что зациклило. Которое я принял от Господа Иисуса. Вы не можете сказать, что от Господа приняли вот это вот гонять. А такая мстительность, злонравие, злопомнение. Злопомнение уподобляет демонам, говорит Иоанн Златоуст. Я с первого раза, как только они начали вот эту паку сделать, я говорил, отстаньте от меня. Вас ждет полный разгром. Вы еще не знаете, что при дверях у вас стоит уже палач с мечом. Откуда вы знаете? Из Писания. Я им сейчас покажу. Лютейшие беды ждут. А не лютые волки, а это лютейшие беды, которые на них грядут. Если кто-то знает, и действительно это священник, и там действительно тот какой-то чтец или кто-то скоротовский, ну, предупредите их, зачем вам погибать? Господь предложил жизни и смерть. У нас слова должны быть исполнены. Благодати Духа Святого. Строгие, приправленные солью. А у них губка размайки. О, боголюбивая, паства, там проще. Принял от Господа проповедовать Евангелие благодати Божией. Проповедовать Евангелие. Благодати Божией. Евангелие, а не сказки ваши, не мощи, не пояса, не проще. И вот ныне, ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Проповедуя Царствие Божие. Не храмы, храмы, храмы строить. Не было храмов ни одного. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что «счист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». «Счист от крови всех», заметьте как, почему? «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Да вы всю волю Божию даже сами не знаете, не то чтобы возвещать. Вы поэтому в крови, это кровь ваша, вы показываете. Кто вы такие? На экран там, кот ловит воробушку, а он в это время. Или я режу голубей, ну как куриц режут гусей, и все, у меня такая живность. Овещек держат у батюшки, постоянно режут овещек, продают. Он сам не режет, а просит кого-то. Значит, возвещать всю волю Божию. Иначе, мы говорим, «счист от крови всех». Но вы этого не можете сказать, не можете. Не можете, а почему? Потому что не проповедовали Евангелие все. Вот, я даже покажу здесь. «Счист от крови всех». Всех. Если один погибнет по вашей небрежности, Златоуст говорит, вам всей жизни не хватит рассчитаться за эту душу, а их миллионы гибнет. Самое негодное, что у нас есть в стране, это прихожане, которые ходят, и особенно часто, когда ходят. Все. Они сразу во церковице. Да нет таких слов. Во церковице – это свечку подавать через какое-то плечо. Есть родители свыше. А рождение свыше вообще проповедение. Это и не знают, что такое. Итак, внимайте в себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блестителями. Убедитесь, Дух Святой вас поставил или нет. Залезли раньше времени до 30 лет, вопреки канонам церковным. Пости церковь Господа и Бога. Пости! Понимаете, слова-то, ну не пастухи это. Это не пастухи, это волки. Нападают, грызет, поносит, лжет. И стоит после этого в алтаре, пристало, руки поднимают. Да какие руки-то? Тебе тогда с рук течет, когда ты не проповедовал всем. Ты весь в крови. Кровавый деспот. Вот тоталитарный где режим-то. Я сказал, и все. А у меня, вы видите, как мы беседуем. Любой может противостать, говорить, толкнуть. Совершенно свободно. Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью своей. Своей кровью, а не той кровью, что крик чист от крови всех. Ибо я не упускал. А вы упустили все, ничему не учили. Поэтому вы самые кровавые. Апостол Павел говорит, я чист от крови всех. Пьяниц. Я в тюрьме работал много лет. 3700 человек. И никто не меняется. Я 17 лет работал, и ни один я не обратился. То есть были, покаяния приносили. Все, но готовых к крещению, вот как выражусь. Ни одного не было. Священник пришел один раз. Полупьяный. Мне говорят, а почему от него так воняет от священника? Грязный какой-то. Я уж фамилию не хочу просто называть. Он самый лживый был, показывал на меня. На суде пришел где-то. И он 470 человек там крестит. Ну как, ладошка, все. Ну какое крещение? Ну это обманщики. И апостол Павел говорит, посему, ибо я знаю, что по отшествию моем, Павла не будет когда, войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Лютые волки. Вот я сейчас покажу. Они говорят, что все время ты лютые, лютые волки. Ну, Писание, во-первых. Вот. Лютые волки, нещадящие стадо. Так это стадо им же принадлежит. Они его не щадят. Почему они решили, что я не овца? Почему решили, что меня надо выгнать из церкви? Кто это им дал право? И они видят прекрасно. Я стою в храме, ну сегодня, еще там полтора месяца назад, 16 сентября, в храме я подготовился, постился, в храме стою на литургии, и митрополит московской патриархии Сергий меня причащает. Это же видно. Теперь они на него бросили, но вот явно лютые волки. На митрополита московской патриархии, а до этого был Максим, и на него также. Они одну задачу поставили, меня уничтожить. Меня вытолкнуть любыми путями из церкви. Скажут, что это даст? И, ну почему? И почему я должен с ними соглашаться? Я не делал никакого греха, не против, ну какого греха, который под каноны попадает? Который не под каноны, но это перед Богом тогда. Всякий кто посмотрит на женщину с вожделением, прелюбодействовал в сердце своем. За это не отлучаются. И суд не судят. Ну, я в сердце постоял и подумал, ни один суд ни в одной стране, и у мусульман не будет. Женщина идет, но она-то видит из-под щедрыта. И она уже видит мужчину, он понравился, и она воображает, что она с ним. Ее за это судить никто не будет, даже если она ей расскажет. Нет, это недостаток, да, это грех. Грех, ну, он не смертный грех. Соделанный, говорит. Грех рождает смерть. Соделанный. А он несоделанный. На прелюдии окончилось. И дальше говорит. Нищидящее стадо. Вот главная причина, почему их назвали лютыми волками. Из вас самих, то есть кого он призвал? Пресвятеров. Вас станут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь чеченников за собой. Превратно. На что попало? А для чего? Чтобы увлечься собою. За собою. У него другого-то ничего нет. Ему надо верить. А почему тебе-то верить? Златоуз говорит. Смотри, избирай пастыря, не избери волка. Это Иоанн Златоуз говорит. Интересно, я в одном храме стал говорить. Я говорю, а Серафим Саровский так? Да что вы, Серафим? Это священник говорит. Вы мне по Библии покажите. Я первый раз такое встретил. Я говорю, а Иоанн Златоуз говорит вот так. Вы по Библии? Я говорю, ну вот, пожалуйста. Вы увлечь за собой. Так это кому было сказано? То есть он ничего уже не принимает. Все у него засохло. Сердце превратилось в ржавую железку. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Ну, не было из вас ни одного такого в России. По домам ходил бы. Если кто-то обратился, куда-то келейку себе там и Ордане устраивает, как Серафим. День и ночь по домам ходил, учил со слезами. Ну, не было ни одного в России такого. За тысячу лет ни одного не было. И когда считают церковь, вот это место, вот этот пакет, перепрыгивают с одно на другое, путают людей. Я стал спрашивать священника, почему, когда вы считаете по порядку, что положено по служебному циклу, а почему в этом месте вы начинаете прыгать? И почему не объясняете? И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его. То есть Библия, во свете Библии, могущему назидать вас Слову благодати. Более. И дать вам наследие со всеми освященными. Нет Библии, спрятали ничего. Ни серебра, ни золота, ни одежды, ни от кого не пожелал. Но вы только это и гоняйтесь за этим-то, закройте эти торговые точки, эти комки-то и все. Сдохла, говорит собака. Вас всех сразу на свалку утащат мертвых. У нас торговли нету. И мы об этом только и заботились, чтобы торговли не было. Почему? Есть святая десятина. Вы ее не можете установить. Ни серебра, ни золота, ни одежды, ни от кого я не пожелал. Сами знаете, что нужно моим и нужным бывшим примесом послужили руки Моисеи. Да посмотрите на ваши руки пухленькие. Какие ваши руки-то? Я могу показать. Когда я работал, у меня, как Твардовский пишет, вся рука, кулак, говорит, сплошной кулак. Ложку не может, берет ложку и не может взять, они уже не сгибаются пальцы. Вот работает. Павел, говорит, своими руками, а вы на компьютере играете. Сидишь там, кровь выбираешь, это же время надо. Разное ля-ля-ля-ля кричат. Кому не покажу, да что это, священник что ли? Ну не знаю, повторяю, не знаю. Ну не может быть такого сумасшествия. Рано или поздно вот эти ролики будут разбирать в другом месте. В другом. Думаю, дойду до Синода, я им покажу. Вот, наконец они вылазят. А может быть они все такие? Если ты, кажется, священник-то, а не просто придурок какой-то интернетный. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо бы нам поддержать слабых и память. Слава Господа Иисуса. Ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Нигде в Библии неизвестно, что Христос так говорил, но Павлу Бог открыл. Сказав это, преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плащ был у всех, падая на вы и у Павла, целовали его. Преклонил колени. Да нигде вы ни с кем не преклонить не можете. Где-то он был на берегу. Это не положено. Ну вот, благословение. Со всеми ими помолился. Незаученными молитвами. Хотя они нужны. Тогда немалый плащ был у всех, падая на вы и у Павла, на шею. Ну, представьте, на шею патриарха кто упадет? Ну, патриарх, ну, это как патриарх, не просто священник-то. Ну, где это видано было за тысячу лет? Ну, вы ни в одну строчку не вписываетесь, а священство совершенно к этой главе не относится. Чтобы даже простое на берегу патриарх приехал, чтобы не КГБ, ФСБ его охраняло, и приехал бы он в Потеряевку, а мы бы на шею ему падали, целовали его, или приехал здесь он, в Дмитриевский собор. Ну, нет этого. И вообще этого нигде нету. Не потому, что патриарх плохой, а потому, что система эта уже выработана, и никуда они от нее не войдут. Они не пытаются эту систему рассмотреть во свете Библии. Необходим собор. Необходимы люди, которые критиковали бы, говорили, на собор пригласите Александра Глебовича Невзорова, чтобы он высказал вам в глаза все, что думают люди о вас. Найдите людей, которые смиренно-мудренно примут это. Вызовите меня на собор, я приеду, помолиться с вами. Я не стараюсь не обрещать, вас слово обрещать будут. Я просто места Писания укажу. Это не обо мне речь идет говорить превратно. Это вы, пресвитера, целовали его. Его целовали, не руку целовали. Пали на шею. Это вы, скорбя, особенно отсказанное им слово, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля. Ну куда провожали? То он сел в машину и уехал. Кого провожать-то? И этого даже нету. Нету. Эти машины длинные, членов правительства возили. Эти машины называли членовозы. И вот они на этих членовозах, люди кланяются это колесам только. Считая. Псалом 24, 19. Посмотри на врагов моих, как много их. И какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Вот это как раз относится. Это лютые волки и лютая ненавистью. Они ненавидят меня. На мне все сошлось. Мне это величайшее благо. А о них скорбь. Им выпала такая планита. Быть волками. А мне овцой. Смиренно принимать от них. Эти, вот и на ролика, что загаживает. Исайя, 29, 5. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль. И полщища лютых, как разлетающаяся плева. Мекина. Когда отсевят, отпшисятся. Это совершится внезапно, в одно мгновение. Это мои враги. Я к себе применяю Исайю. Это полщища лютых. Это священки. Священники, которые нападают. Вот это все пакости творят. Бог сделает так. Разлетится, как Мекина. Их не будет. А почему? Считаем. Из Иезекииля, 28, 7. Вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов. Это может быть Китай, у которого вообще никакого Бога нет. Это придут, которые сейчас громят их там исламское государство. И они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Никаких храмов не будет. Как показывают в Сербии, там ломают кресты сразу же. А там у них полумесяц внизу, уже ничего не надо. Крест отломил, а полумесяц уже есть. Сирахов, 28, 24. Смерть лютая, смерть его. И самый ад лучший. Вот речь говорится о тех, которые не на своем пути, а на пути ада. Слово лютая в Новом Завете встречается только один раз. И о ком? Вас я спрашиваю. О ком? Вот мы прочитали сейчас. Теперь я поясняю священниках. Уязвимость сословия. К ним относятся все за 3600 лет, что было сказано. За 3600 лет. И как жениться надо? Какая должна быть жена? Почему? Это все внесено в каноны. Дальше. Нет срока давности наказания. Если его извергает из сана, извергает навсегда. Но посадили человека. Он говорит, 10 лет отсидел, 5 лет нельзя занимать руководящие должности. А потом может. Бывает какая-то реабилитация. Бывает там в честь победы как-то. Если священника сняли сан навсегда. Понимаете? Уязвимость этого священства. Как мы должны о нем заботиться? Как беречь? Вот этот лютует. Ну неужели никто не видел? Это священник-то. Это безумие его остановить. Ты что делаешь-то? Безобразник. Это же весь мир смотрит-то. Он думает меня унизить. Я там там а-ля-ля, садизм, лапковщина там называют. Не лапковщина, а я лапкин. Лапкинщина. Могла бы. Я подскажу. Но этого нету. Сейчас бы сказал лапкинщину. Показывайте где-то. Не покажут. Были бы рядом здесь. И он видит, что он не в газете выступил. А в интернете очень трудно ловить. Это очень... Я их разгромил бы. Это одна пыль. Одна бы мекина полетела. У меня были такие. Клеветали. Я подавал в суд на них. И ничего не осталось. Разместа разметанной заплатить. И подрыв деловой репутации. И проще. Дальше. Реабилитации для них никакой нету. Понимаете? Вот это вот самое для них страшное. Но маленькая льгота дается. Допустим, священник. Прелюбодей. Ну, начальника узнали. Ну, он покаялся. Там Левинская. Там захватили этого Клинтона. Жена простила и прочее. Но он остается. И здесь теперь где-то работает. Президент это. Импичмент ему как там Никсону нету. Ну, можно еще жить. Здесь не так. Если он Прелюбодей. Не говоря о голубых. Как есть. По канонам он извергается навсегда. И то, что патриархии их перебрасывают с места на место. Это означает разносят заразу. У Юсиняна интересного великого. Его даже правила были на это. Если подобное было замечено. Уже ложество, скотоложество. Их сразу арестовывали. Допрос. Климили железом. Железо накаленное к колбу. Блудник там или Прелюбодей. Отрезали половой член. Кастрировали. И в шахты. И они там вагонетки на себе таскались. Света больше никогда не видели. Вот как с ними расправлялись. А сегодня этих Никонов. Дальше и дальше они поднимаются дальше. Если Мирянин был. Для него занимался чем-то волшебством. Экстрасенсорикой там занимался. Это 18 лет отучается как убийца. А потом его опять принимают. Если занимался священник. Сан снимается навсегда. Сан навсегда. Навсегда. Запрещать служение могут священники. Ну там за мелочь какую-то там. Вовремя деньги не заплатил. Или еще. Я не знаю. Примерно говорю. Это самый большой грех у них. Если не собрал денег. Сколько требуется. И не отдал архиерею. Да. Марка 9.35. И Сев призвал 12 и сказал им. Кто хочет быть первым. Будь из всех последним и всем слугою. Вот эти слова очень нравятся папе римскому. Раб рабов. Представьте как это звучит. Раб рабов. А почитайте у какие наместник Христа и прочее. Полстраницы занимает звание только. Раб рабов. Даже у Брежнева меньше было звания и медали. Вот. Которые гонители. Они проливают кровь убийцы. Я спрашиваю где у них ходатай. Кто за них ходатайствует. И теперь прилагаю 6 слов о священстве. Вот под этим роликом. Когда он появится. И больше у них не появляется. И я на этом заканчиваю разбор. Я каждый ролик их разберу. Почему? Обо мне они ничего сказать не могут. Я в Житие Святых хотел маленько показать. У меня большой материал. Я когда-то насчитывал Житие Святых. Вот у меня это есть. Житие Общее. Вот. Февраль. Вот. Сейчас вот посмотрю. Это Тарасий. Вот. 25 февраля. Тарасий. Тарасий. Кто это такой? Архиепископ Константинопольский. Где он родился. Как он возрастал. Вот. Ересь была. Ну. Никого не знали. Вот. Написано так. Патриарх. Постригся. Пострижение патриарха. В монахи пошел. Видимо. Принял святую схему. Скоро распространился повсюду. Все были сильно удивлены этим обстоятельством. А царица Ирина сильно опечалилась. Так как патриарх оставил престол. И не оставил. Не известил заранее о своем наберении. Это Павел. И он стал потом святым. Ему тоже никто еще не подражал. Я виноват. С властями сотрудничал. Взял и ушел. А царица опечалилась. И вот она отправилась к нему с сыном своим. С царем Константином. И спросила его. Что это ты очень сделал с нами? Почему так неожиданно оставил престол святительский? Павел ответствовал. Моя болезнь и ожидание скорой смерти. А в особенности нестроение в церкви нашей. Побудили меня оставить патриарший престол. И воспринять святую схему. Церковь много терпит от иконоборцев. И вследствие продолжительного торжества иконоборческой ереси. Она получила неисцельную язву. Подобно многим другим. Я, каянный. Не мог избежать сетей зловерных. И погряз в них. В чем ныне горько каюсь. Ибо три раза я собственноручно подписывал еретические постановления. Ну почему вот за это время, тысячи с лишним лет, полторы тысячи лет, и ни один не пошел этим путем. Ну запятнаны где. Ну сказали. У патриарха этого кричка такая-то. Да-да-да. Как называется? Не кричка там. Ник чуть не сказал. Ну Кагабовская там псевдоним их, или так назовем, была Дроздов. Он же знает там. У нынешнего Михайлов. И у них у всех это было. Ну и он-то подписывать все это приходилось. Ну почему прямо-то не сказать? Вот он взял и ушел. Павел. Павел IV. И вот церковь канонизировала. Ну вот что особенно пищалить и удручает меня. Я вижу, что все области, подвластные вам, соблюдая ненарушимо правила веры и следуя православному учению, чуждаются нашей церкви и, считая себя стадом Христовым, отгоняют нас от себя, как будто мы овцы не одного стада. Да от московской патриархии 13 юрисдикций, которые никогда к ней не пристанут. Истинно православные христиане и другие. Не надо себя возносить-то. Я отказываю быть пастырем в еретическом сонме. И предпочитаю лучше умереть, чем подвергнуть анафеме от первосвятителей четырех апостольских престолов. Вам даровал власть, он дальше и говорит, пропускай, найдете. После этих слов патриарха цариса Ирина спросила, о ком ты говоришь, отче, кого поставить надо? А он сказал, смотрите, ей говорит, у вас есть искусный делатель, который поможет вам в ваших благих начинаниях. Он может возделать грозд истинного восповедания и, вложив его в тащило Божией церкви, наполнить им чашу премудрости и приготовить для верующих пятие истинной православной веры. После этих слов патриарха цариса Ирина спросила, о ком ты говоришь, отче? Он отвечает, я подразумеваю здесь Тарасия, которая занимает первое место в вашем царском совете. Отвечал патриарх, я знаю, что он вполне достойен управлять церковью, так как он может жезлом своего разума отразить лживое учение еретиков. Учение. То есть какая-то ошибка. Быть добрым пастыром словесного стада и собрать его воедино. Услышав сияд патриарха Павла, благочестивая цариса Ирина и ее царь, сын Константин, со скорби оставили Павла. Он же сказал некоторым сенаторам, остававшимся у него, о если бы мне не занимать патриарший престол в то время, и далее говорит. Теперь, вот, ныне раскаюсь, что подписался, тогда и боюсь, то есть он раскаяние приносит. Ну а что? Вот так, вам известно, что патриарх Павел оставил нас. Ныне мы должны избрать себе на его место другого доброго пастыря, учителя церкви. На сие все громко закричали, таковым никто другой, кроме Тарасия, быть не может. Блаженный же Тарасий, став посредине, сказал, я вижу, что церковь Божия разделена, разъединена. Ну и так дальше, говорит, все постановили собрать 7-й Вселенский собор и просили святого Тарасия, чтобы не отказывался быть пастырем. Ну и дальше уже начинают они его рукополагать, и быстренько он мирянин был. Тут же его в дьяконы, в священники, в епископы, ну и перевели. Перевели его уже в другой сан, стал патриархом. И вот интересно, перед смертью как был, я для этого и считал, я специально показал, какой он. Когда святой достиг преклонного возраста, он впал в недух телесный. Даже чувствуя приближение своей кончины, святейший патриарх Тарасий не оставлялся в его обыкновение, пока не сделался настолько слаб, что уже не мог подниматься с адра. Лишь только тогда он перестал сам совершать божественную литургию. При своей кончине святой Тарасий боролся с нечистыми духами и победоносно поражал их. Когда они, исследуя жизнь его с самой юности, старались ложно приписать ему много неправедных дел, он отвечал им, «Я не повинен в том, о чем вы говорите, вы ложно клевещите на меня, нет у вас надо мной никакой власти». Вот, я эти слова выделяю специально. Вот, окружили меня вот эти вот, я их называю, как два, говорится, черта из табакерки. Вот, еще раз говорю, «Я не повинен в том, о чем вы говорите, вы ложно клевещите на меня, нет у вас надо мной никакой власти». Ну, не понятно ли, что это действительно так. Но, если непонятно, говорится, ни по мозгам, ни по глазам, я еще вот что сделаю. Посмотрите, покрупнее маленько. «Я не повинен в том, о чем вы говорите, вы ложно клевещите на меня, нет у вас надо мной никакой власти». Вот и все. И далее, как он отходит ко Господу. Господу нашему слава, во веки веков. Аминь. 25 февраля, Тарасий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok